Здравствуйте дорогие друзья ну что ж 20 40 как обычно в утреннем прайме серебрного дождя по понедельникам с 10 до 11 утра я напоминаю это наше поколенческое безумие которое касается жизни так называемого поколения z и более молодых соответственно поколение альфа за поколение z артем сергеев или сани куша наши замечательные сотрудники доброе утро доброе утро ну а я как бы за старичков за скуфов за анков то есть поколение в x поколение 40-летних и более старшие поколения ну и собственно говоря вот мы обсуждаем разные всякие интересные темы вообще чем живет молодежь сейчас и сильно лет она отличается от нас есть возможно как бы диаметрами предположенные точки зрения некоторые считают что вообще люди за 2000 лет не менялись вот познеровской интервью я тут почиталки он как бы нелестно высказывается о современном о современном человечестве вот а некоторые считают наоборот что все-таки люди меняются не знаю сейчас сейчас как бы сейчас сейчас поймем значит я хотел сказать мы с вами видим ну те кто подсчитывает новостные ленты начала мощнейшей борьбы с квадро боберами или как они там квадро бера квадро бобики куда ну я не сайта квоты в общем с ними и с хобби хорсерами и с прочими значит а еще мы неделю назад уже обсуждали с ребятами эту тему бесконечных всяких молодежных течений субкультур как это принято называть но вот за прошедшие дни выяснилось что катастрофа значительно глубже сегодня ребята подготовили как я понимаю разные всякие новости кучу всяких вот разных новостей движух совершенно непонятных старшим поколениям типа меня но которые быстро становятся мейнстримными у зумеров и в значительной степени определяют их жизнь поведение и образ мышления значит я вот посмотрев на масштабе бедствия понял что даже самые вот такие могучие консерваторы из государственной думы особенно сейчас на фоне экссенциальной борьбы с теориями дарвина то есть их всех силы брошены туда они в прошлом конечно все коммунисты и партийцы и комсомольцы то есть глубокие материалисты но сейчас значит они вот борются с дарвином вот но это заберет все их силы и они просто не будут не в состоянии справиться с тем о чем будут сегодня ребята рассказывать я правильно понимаю потому что масштаб конечно это просто катастрофа кстати какие то из этих трендов даже связаны с вами в общем чем чем я занимался вчера вчера я написал реферат по всему что произошло в разных соц сетях за последний примерно месяц хотел пойти еще дальше что меня обсуждали но понял что это уже нам не знаю на на несколько лет наверное программа но какие то из этих трендов кстати связаны с вами вот вы например себя представляете скуфом а оказывается анком анком я анк анк это продвинутый скуф то есть это который еще более-менее как-то барахтается вы понимаете пытается понять вообще вот осознать весь масштаб изменения в голодах ну тогда надо найти какого-то скуфа потому что вот буквально новый тренд появилась униформа скуфов на отдыхе в таиланде или где-то на юге стали замечать часто мужчин уже такого преклонного почти преклонного возраста ну который как раз и не содержатся какой-то прелестной физической форме почему-то они все носят такую полупрозрачную белую рубашку прям плотно облегающие их тело с капюшоном и это прям называется теперь униформа скуфов и все и все это скупают на магазин в онлайн магазинах все подумал я хотел вот если вы были скуфом можно было какой-нибудь мерч с вами запустить но рассванг вам придется как-то по молодежнее нам кепки какие-нибудь но если мерч будет классный ему будет хорошо продаваться и готов побыть скуфом я тебе сразу могу сказать надо вообще подумать у нас все таки дело в том что скуфское сообщество она тоже разное все-таки люди которые прошли 90 есть барсеточники скуфы до сих пор есть люди которые носят эту сумочку знаешь через через плечо такая маленькая барсетка маленькую барсетка нет 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 не говори если не знаешь никогда барсетка это отдельная ты носишь барсетку в руках это клатч польза привычным вам представить это клатч ну как клатч только такой потолще туда должна котлета денег влезть куча всяких документов 500 тысяч кредитных карточек или и просто и скидочных заодно вот какая-то всякая фига тень толстая толстая бач это барсетка это она еще с ручкой бывает мы обычно по-другому нет 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 вот это классическая барсетка а сумочка через плечо такая это совершенно другая история как вы серьезно к этому относитесь нас в этом смысле все гораздо проще может быть я вообще не понимаю как у вас происходит нас были четкие вот барсеточники антибарсеточники сразу понятно это эти разных культурных миров тему субкультурно правда да 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 во вторых вот если вспоминать как кто-то любил носить вы знаете льняное например льняное летом на потное тело белого цвета она всегда сразу или черному например неважно сразу все в размывах там вот так вот тогда все облегающие ну сандалики короче говоря в общем нельзя сказать что у скуфов есть стопроцентный ход по одежде я не знаю почему это стало скуфской одежды ну принято но вот вас записываю то потому что вы не ведете наверно активно соцсети как поколение то есть у зумеров столько трендов столько субкультур столько одежда потому что любой шаг оказывается сразу же в какой-то соцсети рассказывай рассказывай что что вы живете не только квадробингом и хобби хорсов я решила да начать чего-то такого интересного тем более как я понимаю мне кажется вам тема отношений в целом одна из близких вам интересных вы на тему так время от времени рассуждаете вот значит буквально вчера что я рассуждаю я даже участвую иногда не надо место счетов то списывать конечно старый разный не портит но и глубоко не пашет но тем не менее в рамках программы пока что только осуждаете вот пользовательница тик ток рэйчел хиггинс рассказала про ее отношения с мужем которые зашли в кризис ну значит все обычно уже вот эта рутина любовная лодка разбылась а вы то они приходят с работы просто ложатся смотрят соцсети листать ленту ничего не происходит и вот так день за днем и они решили вести правило трех часов то есть каждый день после работы первый час партнера посвящать домашним делам это как бы продуктивное время когда они вместе что-то там моют что-то убирают что-то там моет хорошо позвучал мне дальше дальше второй час я прям 2 часа они тратят на восстановление физической или эмоциональной связи в браке они убирают телефон и концентрируются на общении то есть это может быть совместная игра какая пытка совместная игра в приставку совместный душ или просто что-то что заставит вас поговорить или сблизиться и третий свободный час они тратят уже каждый сам на себя никаких правил никаких ограничений и они говорят то что это помогло преодолеть этот кризис и сохранить отношения даже вывести можно новый уровень артем не нечего добавить я вообще не верю что это может работать откровенно говоря но тем не менее естественная схема но не знаю ты доживи до скупского возраста подожди я я я не беру все люди разные все таки если это кому-то поможет попробуйте будет интересно узнать вот попробуйте наш слушать это классическая пара вот я часто обычно это обращаю внимание ну на отдыхе это очень бросается в глаза когда ты выходишь выходят люди но видно что они давно вместе они молча просто все делают вот действительно они просто просто сет завтракают молча не книга они понимают друг друга как-то с полуслова но никаких слов вот это как бы такая устал я даже не знаю как описать это никогда не был в этой ситуации но как-то я вижу что ну вот 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 просто ну вот я ну ты понимаете о чем я говорю да нет никогда не обращали внимание обращали но это в этом же тоже есть своя прелесть возможно уже не нужны слова не так себя ну друг друга понимают с полуслова или даже без слов вы знаете сразу вспомнилась эта картинка где стоят стоит пара смотрят на море и там подпись такая некрасиво мне не нравится там мне тоже хорошо вы давайте а чё вы начали это соску в чё вы с нас то начали что чем вы живете мы этим живем это эти я не думаю что это эти кто короче там 40 плюс лет я так понимаю она молодая и где-то 20 или 30 этот вот тренд который завирусился мне просто показал что в этом основе этого лежит действительно какая-то ну разумная схема вот если так подумать что нужно в отношениях что-то вместе делать папа это можно спрошу зачем они совместно при не принимают душ вот все остальное я могу у нас нет совместная уборка кто-то играет в приставку кто-то не знаю вяжет на крючках там вот этот час для занятия собственно совместный убыток я могу понять зачем они совместно принимают душ у нас они даже друг другом уже не разговаривают для чего объясни мне у нас не было отбивка 18 плюс мы даже не сможем сейчас уйти в эту тему брата так не работает поверь мне вообще если вы друг другом не разговариваете то вот там уже душ можно вместе не принимать но я может на вас есть у меня уже есть определенным так что еще еще например стала модным быть некрасивым вот смотрите ребята еще раз сегодня мы подобрали как бы контент который создают поколение 20 20 летних плюс-минус там несколько лет поколение зумеров который становится мейнстримным собирает миллионы десятки миллионов сотни миллионов просмотров активно обсуждается и становится образом для поведения и мышления для молодежи так появился хобби сон хорсинг также появился квадробинг это все вот что-то вот что-то вот захватывает умы и она живет бы как будут наши депутаты с этим бороться я во они смелые люди я я вообще не понимаю давай модно быть некрасивым модно быть вот что скажет не госдумина об этом уродливые привилегии врага называется они со потому что в эпоху до соцсетей когда все можно отфильтровать там много каких-то идеальных лиц идеальных жизней стало модным быть некрасивым то есть выбиваться из любых привычных вот стандартов красоты и в этом смысле как раз допустим семья кардашьян да этим и славится что они не то чтобы некрасиво я бы так не сказала я бы вот именно так и сказал откровенно говоря я да то есть это глубоко на любителя да да вкусовщина но почему они до сих пор привлекают внимание потому что они не только внешностью его привлекают привлекают всякими скандалами да вот какой-то нестандартной внешностью да там большими огромными телами и так далее и вот сейчас как бы классно когда у тебя что-то странное есть например у тебя выбритые брови или они обесцвечены у тебя допустим вместо зубов во все время забываю как эта штука называть грилзы да да именно потому что ясно обрати внимание да вот лишь как в теме в теме а блеснул блеснул только что блеснул сами где у меня тоже грилзы просто просто нейтрального оттенка просто цирконно-керамический но да то есть вот какая-то специфика допустим очки да не как у сирены кор это вот этот офисный стиль такой более строгий и в некотором роде даже сексуально нет а именно некрасивые очки как было допустим в сериале стать красивый вот то есть такой образ сейчас он в тренде и например даже рассказывать какие-то безумные истории что вот допустим между двумя претендентами на какую-то вакансию вероятнее выберут некрасивую потому что вот она физическом физически некрасивый или просто безвкусно там одеты совмещающие несовместимые и прочее ну смотрите в ситуации когда ты от природы допустим подпадаешь под какие-то стандарты красоты но при этом хочешь выделиться ты можешь сделать себя менее примечательным на самом деле ты все равно будешь выделяться из толпы потому что вот это конечно история это тоже привлекает внимание но допустим яркий пример если из-за рубежа это беля лишь которая очень часто появляется в таких но нетрадиционных до образах достаточно специфических скажем откровенно да то есть бывает даже некрасиво это не некрасиво или безвкусно это термин красиво это очень сложно это дискуссионный вопрос потому что в философии даже есть отдельно это понятие до который описывает эстетику уродства вот и это отдельная эстетика она не обязательно должна быть какой-то ужасающий она может быть просто ломающие стереотипы и из-за этого возникает даже некоторые вот это отдельно как вид удовольствие когда ты видишь что-то некрасивое но при этом вроде как упорядоченное и она уже начинает привлекать на принцип тот же самый когда все вокруг действительно красивые надо чем-то выделяться этих будем некрасивыми это нормальная реакция в конце концов главное чтобы о вас говорили в крайнем случае хорошо как говорил папка какой шанель и она абсолютно права потому что негативный пиар даже сильнее чем позитив когда тебя критикуют когда тебе там ты обтекаешь в комментариях и прочее это же здорово это 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 цепляет интерес до ненавидеть для медиаперсон это абсолютно но мне нравится быть некрасивым некрасивые это круто супер супер и мы все-таки мне уже 50 понимаем надо привыкать быть некрасивым поэтому мне кажется особенно это классе красивый не спортивный не умный не можно продолжать бесконечно давали прям в эту тему тренд уже такой не совсем свежий но это даже не то что тренд это в общем ну такой характерная черта поколения татуировки это называется шитпостинг тату шитпостинг тату то есть зумеры часто себя набивает татуировки которые не то что не имеют смысл но происходит из каких-то мемов с каких-то обложек альбомов ты что-то прям совсем совсем не имеющий никакого значения не волки не флаги не какие-то цитаты на латыни или на русском именно девушек нет 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 то есть просто просто какой-то мем причем это может быть мем который даже в общем-то не в тренде и не очень популярный про этот мем на улице там ну эту отсылку поймется 23 человека но человек это набьет будет ходить с этим всю жизнь и это все как бы был получая все больше распространения из даже тату мастера которые специализируются на таких татуировках которые в общем задачи которых как я понимаю заключается в том чтобы не вот к ним приходят воодушевленные зумеры и сразу просто набить татуировку они их чуть-чуть останавливают подожди сейчас мы хотя бы давай сделаем эскиз вот обдумаем ты еще чуть-чуть подумаешь и потом делать эти татуировки это прям целое направление мемы обложки альбомов но в общем то и все вот мне кажется это вот уже историю про то чтобы выделиться тем что это не имеет смысла как бы татуировка происходит откуда-то вот из этих древних ритуалов из племен где это была какая-то связь с богом или там знак того что ты проявление этого бога на земле и так далее а тут просто ну мем какой-нибудь причем из нулевых часто даже очень очень нишевая тема я даже не знаю что сказать по этому поводу меня есть недоделанная татуировка как это шиппостинг тату я был первым открывать нам этой истории это как и во всем кельтская дрянь который мне набили в 99 году на первой тату конференции в питере она ничего не обозначает просто ничего кроме пороховых татуировок зэковских куполов там и вся вот в этой истории и вот этих кельтских узоров тогда еще ничего не было больше потом появились какие-то иероглифы штрих коды умные надписи стали набивать там взять дни рождения своих детей потом биомеханики пошли разнообразными а половина друзей с забитыми просто рукавами полностью прям японский стиль по моему такой секунд вообще кто во что гораст вот вплоть до шиппо поста вот этих вот бессмысленных а почему сказали недоделанное может не доделала я понял зачем вы на половине переговорили что ли ну ничего кроме смеха человек который серьезно нет ну я конечно могу быть не прав несколько у меня знакомых говорят у этого тайный смысл это солнце оно здесь встает здесь корона здесь раскребает моя связь с ментальным с ментальными вибрациями там к и к у нее он сидит я смотрю ну тянем так легче жить да действительно вот с таким и тем нравилось все тело человеческое должно быть без каких-либо анонс прекрасно само по себе ну его можно сделать таким прекрасным не надо его гадить эти не умеете рисовать лучше не портить холст вот это не так кажется вот у меня есть замечательный пример ну мне кажется смешно значит дима двадцать четыре года особенно точки мне нравится знаешь набивают некоторые извини что это еще некоторые дамы они боятся сделать татуировку побольше я сделала тату и показывает тебе где-нибудь под лопаткой просто . это три точечки такие я на самом деле считаю что очень вообще в нашей жизни недооценены переводные татуировки то есть обычно же это хочется ну как-то вот так волнами вдруг набить себе татуировку можно же просто купить набор наклеить ходить ну как одежда то есть ты надел вышел погулял там в определенном образе вернулся снял когда надоело а сейчас даже продаются рукава такие знаешь татуировку ну можно одежду купить а издалека людям с таким зрением как у меня кажется что классный классная набита тату главные вот эти баннеры есть хна есть хна я маме я маме неделю рассказывал что у меня татуировка с хну я тогда еще жил с мамой когда мне было 18 когда я сделал татуировку и она когда увидела что я схожу с какой-то перемотанный полиэтиленом бегу мам это хна на через две недели сойдет нам хватало за сердце в момент старый формат вот но хна уже держится 20 там с лишним лет дима 24 года в детстве дядя давал мне поиграть в компьютер на windows xp там была виртуальная помощница скрипыш мне она казалась забавной вот решил набить ее вот примерно такая мотивация то есть это опять же я не знал даже что был такой виртуальный помощник на windows xp а это почти мой ровесник вот примерно такое направление хорошее название для чат-бота государственной думы скрипыш она под патентом наверное наверное чаще еще тренд на недопотребление казалось это уже было но нет одним из ярких примеров этого тренда является отказ от модных аксессуаров и снимают также там в тик токи и других соцсетях короткие видео с примером того как можно недопотреблять то есть буквально использовать до последней капли все тюбики там не знаю как с каким-нибудь шампунем я так делаю со всеми другими косметическими средствами а ты доливаете воду когда уже шампунь закончился уже ты все до капли выделил но на стенках немножко остается и можно налить и поболтать да такой да еще на два-три дня продлить также и с тюбиком зубной акции да да разрезаешь а потом я предполагаю кстати что этот тренд может быть связан с высокой степенью тревожности потому что например вы сказали да про дожатие этого флакончика бедного есть такой момент что ты немного волнуешься если там еще чуть-чуть осталось это же я получается выкидываю эту несчастную каплю и переживаешь и я думаю что вот этот тренд на недопотребление возможно связан ну во первых со сверх потреблением да то есть опять маятник качнуться конечно в другую сторону вот но и в целом как бы мы любим какие-то еще старые предметы то есть вот зумеры предпочитают старые но функциональные предметы которые явно прослужат еще не один год и дожимают их есть отдельный тренд это снимать какие-то видео как можно уже старый какую-то поношенную вещь преобразовать чтобы она как бы обновил я тебе могу сказать я тебя могу сказать носить сколько угол я тебе могу сказать вот знаешь джинсы они на яйцах часто протираются ну вы этого мужчины ну будем называть вещи своими именами особенно джинсы не очень качественные вот я помню я помню у меня у меня всегда протирались вот они прям там ну и вот или рвут начинает рваться на коленях например ты делаешь шортики вот у меня 50 пар шортиков на даче ничего да вот рука рука не позволяет выбросить джинсы из них же можно делать шорты и на обрезаешь что они а и на всех противов пока нет 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 шорты ну я к тому что как удивить ладно давайте сделаем сейчас бизнес бизнес новости игорь нам уже нашей студии сегодня обсуждаем в 20-40 разные безумные молодежные тренды которые собирают миллионы поклонников по всему миру кошмар какой но мне нужны тренды миллионники это все миллион мировые точно все миллионники добрый день дорогие ведущие насчет доливания воды в шампуни в искривание зубной пасты начал так действует относительно недавно после того как начал сортировать и сдавать мусор отдельное спасибо не музею мусора из якобы к сожалению прекратившему деятельность вадим 34 года про музей такой не знал в екатеринбурге жаль хорошая история ведьма была как и многие хорошие истории которые почили последнее время да 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 мне тоже близок такой подход если честно хотя друзья меня за него стебут если честно периодически чем это же не из желание сэкономить или я послушал мусор сортирует нет ну ну это все укладывается в сокращение потребления потому что мы живем но явно в ненормальной совершенно я всем прихожу там хожу рядом в азбуку дейли завтраку это периодически хорош кофе варит и девчонки которые тебе там разогревают что-то они каждый раз какую-то порцию они надевают эти целлофановые перчатки тебе что-то там приготовили выложили из контейнера во-первых они выкидывают контейнеры каждый раз пластмассовые и разогреваете в посуде вот во вторых они выкидывают каждый раз снимают эти перчатки я представлю что вот я один такой пришел позавтракал я произвел такое количество пластика чтобы это катастрофа там сотни людей с утра завтракать знаешь такие таких местом миллионы пострадь поэтому это ужасно мы живем в обществе ненормального сверх потребления одноразового а мы в свое время пакеты стирали полиэтиленовые пользуемся там по несколько лет 2040 а какие вы артем сергеев лиса никушина сотрудники серебряного дождя из ведущие проекта 2040 представители поколения зумеров 20-летних нашей студии против 40-летних тип меня старика виктора набутова спасибо вам что вы активно напишите на плюс семь девятьсот три семь девять семь шесть три 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 комментируйте всякие разные безумные тренды которые каждую неделю появляется что-то новое старое умирает но все очень быстро происходит до который захватывает и формирует взгляды и образ жизни молодежи значит несколько ваших комментариев добрый день дорогие ведущие насчет доливания воды в шампуне выскребывание зубной пасты начал так действовать относительно недавно после того как начал сортировать и сдавать мусор отдельно спасибо не музей мусора из екатеринбурга к сожалению прекратившему свою деятельность вадим 34 года вот мы с вадимом здесь близки так джинсы протираются на тех местах про которые я говорил на бубенцах но только у тех у кого они есть спасибо за комплимент а кто воду выключает во время чистки зубов по моему хороший пример для всех пишет камиль ну мы честно говоря охренели вот жить в этой одноразовой экономике бесконечного сверхпотребления скажем честно да да ну да друзья периодически приезжают которые живут не в москве и для них конечно это уже шок то есть они уже привыкли выключать воду после чего страшно вода будет дороже как электричество и начать мой папа чайник не наливает полный чтобы лишнего не кипятить наш чайник живет много электричества на всякий случай про разнообразие в одежде это это знаешь тебе как интересно как этот тренд называется тренд на недопотребление недопотребление захватывает мир я считаю что это очень хорошо просто моему поколению в целом сверх потребление свойственно потому что мы выросли взрослели в стране где ничего не было чтобы не тут про величие советского союза не рассказывали это все было убожество абсолютно и во всяком случае про бытовую жизнь ракеты были хорошие а вот сейчас всего остального не было и вот эти вот миллионы соотечественников которые пользовались газетами вместо туалетной бумаги то что летом могу только в 73 году начали в стране выпускать это спасибо финном который построил поставили все за 73 ядерную бомбу в сорок девятом испытали гагарин 61 полетела туалетной бумаги все не было и вот это вот поколение которое стирала полиэтиленовые пакеты я помню по несколько лет с ними ходили там с мальборо например такие все ходили застиранными но все равно это был шик кстати и поэтому когда потом все появилось естественно мы бросили бросились потреблять бесконечная эта смена автомобилей безумные гардеробы дорвались да а уже дети и внуки они конечно им вот это вот недопотребление но вполне органично это кстати как раз отличный пример того что если запустить какой-то полезный тренд в соцсетях это может вполне себе работать на благо всех да два киловатта ждет чайник я смотрю что я не единственный мой папа не единственный такой так андрей из нижнего новгорода шортики шортики обрезанные из джинсов сделаны это шортики саманты фокс да вы знаете кто такой саманты фокс смех рома какой это залет воин ну что саманта фокс я даже не знаю могу ли находиться с вами в одном студии на помещении после этого ребята продолжить про недопотребление как раз можно продолжить такой специфический тренд который называется роудоггинг значит только роудоггинг роу-доггинг роу-доггинг это кто-то с сексуальным по текстам вы либо знаете либо не знаю я не знаю что такое роудоггинг в общем какой-то продюсер из лондона по имени уэст запустил этот тренд а суть вот в чем он часто летает по миру ему надоело летать в этих долгих перелетах сидеть смотреть фильмы и он решил просто не двигаясь сидеть смотреть в одну точку и ничего не делать это и есть суть тренда то есть люди стали массово летать самолетах ничего не потребляя в плане контента не двигаясь что даже вредно для здоровья и это называют роудоггинг потому что роудоггинг это да из вообще из Это означает половой контакт Без презерватива, то есть выдержку И таким образом они подчеркивают свою выдержку Которая позволяет им летать в самолете Ничего не делая Извините, пожалуйста, только выдержка Это половой контакт без презерватива Сейчас, секундочку, это новое трактование Для словаря Выдержка сейчас Так, сколько миллионов просмотров? Много, я даже Больше Его ролики набирают по 2-3 миллиона просмотров Ну их много, то есть это целый тренд Ну вот, как бы, тоже недопотребление Ну правильно? Ну в какой-то, да нет, на самом деле Знаешь, когда Ну ты все время какую-то информацию Если у тебя нечего Ты чем не занят, ездишь в троллейбусе Или в электричке, условно говоря Или в такси ты едешь, например, сзади Ты что делаешь? Ты тупишь в телефон, правильно? Как правило, ты что-то там почитываешь Что-то делаешь, листаешь, смотришь новости Кому-то отвечаешь ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, и ты все время таким образом все равно подключен к какой-то вот этой вот диджитальной ноосфере нашей, новой. Зачем? Я стал то же самое делать. Без всякого вот... Как он там сейчас? Роудоггинг. Уже второй тренд начинается. Да, ты можешь помедитировать, просто посидеть, посмотреть в окно, например. Я физически заставляю себя не трогать телефон, а рука всем туда дергается, ты понимаешь? Вот ты просто сидишь, вот ты... Чилишь. Это не в рост. Чуть-чуть, чуть-чуть, да, и это снижает, кстати говоря, невротичность, чем всеми дергаться за телефоном. Так что это хорошая история. На мой взгляд. Кстати, про невроз надо закрыть гешталь, открытый где-то в июне, когда началась история с хомяком. Рома, наверное, помнит. Хамстер-бот в Телеграме, который тебя тогда интересовал. А он уже сошел на нет, этот тапотехнический. Они раздали токены. Да, они раздали токены. То есть, я так понимаю, тем, кто прям очень вкладывался в это, пришло примерно... Там никто не вкладывался, Артем. Ну, нет. Я имею в виду, кто вкладывался ресурсом. Временем. Их выручка примерно составила за эти три месяца около 50 долларов. И это при условии, что очень многих забанили за какие-то непонятные условия. В общем, все-таки зумеры оказались правы, не получили деньги. Я поздравляю всех нас с победой. Вопрос, сколько времени ты должен был потратить за эти 50 долларов? Сидишь в самолете и просто тыкаешь только пальцем в телефон. Окей. 5 тысяч рублей в месяц получается. Это можно в маке каждый день есть. Много, много ты насыпал. А ты знаешь, что я нашел у себя дома случайно при переезде, как мог найти? У меня есть такой массажер. Ну, как вибро. Такой, как вибратор. Для проработки межфасциальных связей. Ну, такой, как отбойный молоток. С разными насадками. Но его можно для разных вещей использовать. И, наверное, я вот о чем хотел сказать, что вот я видел многие тапали хомяка с помощью такого массажера, который ставишь на максимальный виброрежим, там, не знаю, 100 движений в секунду. Да, и прикладываешь мягенько, с самой мягенькой насадкой к телефону, и он у тебя, значит, на эту кнопку со страшной скоростью тапает. Полезнейшая информация. Следующий, Паша. Это, кстати, про смекалку, да? Наверное, мы бы не догадались до такого. Вы гораздо более сообразительны. Я видел просто, в интернете кто-то показывал, как это удобно делать. А вы про зумеров, когда они заходят в интернет, говорите гуглить, что мы гуглим все, да? И стебетесь над нами, правильно? Ну, как-то да, но это... Да, ну, 20 лет уже это... Но это уже не так. Мы уже не гуглим, мы снова ищем, потому что помимо гугла есть огромное количество других социальных сетей, и мы снова ищем в интернете. Так что вот. Да, это прям исследование было какого-то аналитического агентства для бизнес-инсайдера, по-моему. В общем, о том, что, да, наше поколение теперь пользуется словом не гуглить, а искать. Хотя гуглить уже вошло в оксфордский словарь, по-моему. Это на рецепт, я понял? В 2006-м. Там чуть ли были какие-то проблемы с патентом даже, в общем, не помню. Вот про язык, кстати, забавный тренд, значит, возмущается по поводу некоторых формулировок в русском языке о нашей отечественной пользователе. Ну, вот, например, множественная форма слова брелок. Брелоки. 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 Ну, как-то... Нашему поколению это кажется смешным. Множественная форма слова дно. На нет, может, множественных форм. Донья. Донья, 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 донья. 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 Так, хорошо. И? Ну, не о деньгах, а о деньгах. Так, да. По приезде. Да, по приезде. Ну, это вот мы помним еще... По приезде, а не по приезду. Да. Ну, это основа русского языка. Я не понимаю вообще, что здесь... Ну, это же, если вдуматься, у вас не бывает такого, что какая-то фраза, которую вы часто употребляете, вот в какой-то момент вдруг вы начинаете рефлексировать, понимаете, что она звучит как-то странно и неестественно. А почему она вообще-то... Почему по приезде? Ну, то есть, правильнее сказать, по приезду как-то интуитивно просится. Ну, вот не знаю. В общем, ну, это прям вот тренд в соцсети X, по-моему. Пользователи приводят примеры. Множное число слова кочерга. А, в родительном падеже. Кочерек. Кочерек. Вот так. Хорошо. Одна гренка. Нет, что сказать. Одна гренка. Одна гренка. Гренки. Два гренка. Нет, одна. Единственное число. Одна гренка. Один гренок. Гренок. Грен. Гренк. Гренок. Тьфу, на вас. Давай дальше. Заговорили-таки. Если говорить про зарубежные слова, вот слово Team Lady стало поводом для обсуждений насмешек. Team Lady? Да. Это что такое? Это замена, ну как, феминитив от привычного Team Lead. Team Lady. Да. А, я думал, это какая-то девушка на компанию. Ну. В общем, вся в сети такая... Да, да. Ну, я же, я как слышу, так и перевожу сразу. Виктор, у меня плохие ассоциации. Может, это с вас начался этот тренд? Потому что вы прямо попали в точку. Там история в том, что Team Lead, это, как бы, я насколько понимаю, какая-то айтишная профессия, ну, связанная, в общем, с... Или с менеджментом. Руководитель команды, который собирает задачи. И связи выполнения. И, знаешь, какая-то блогер, я не люблю феминитивы, решила придумать феминитив к этой профессии. Блогерка! Ну, это уже... Уже получи. В какой-то момент это экстремизм должно было стать, по-моему, год назад, и поэтому, тем более, не рискую говорить. Одна доцент. Помните, как в моем, нашим любимым фильме «Покровские ворота». Да так. Одна доцент. Одна блогер. Ну, вот. И одна Team Lady. Team Lady, Team Lady, я не знаю даже, как произносить. Ну, вот. Это вызвало насмешки. Все сразу стали гадать картинки вот с Миледи из трех мушкетеров, убеждать ее, что это звучит как-то странно. Крижово. В общем, просто это очередной пример того, что в погоне за феминитивами мы уже заходим совсем куда-то, не туда, только вызываем смех. Наверное, русский язык, вот с его по приезде, с его, не знаю, в течение Е, нужно оставить таким, какой он есть и не придумывать еще. Это зависит от того, о чем ты говоришь. Если про время, то в течение Е, а если про речку, то в течение Е. Ну, предлог, предлог. Уроки русского языка с Виктором нам. Спасибо большое. Так. Несколько ваших сообщений. Так. А по поводу потребления. После того, как у нас ничего не было в 70-х, мы, став родителем, старались, чтобы у детей все было и, конечно, этим сильно их избаловали. Это сейчас я проанализировала, но себя в этом не виню. Туалетная бумага и женские прокладки. Сейчас мы и представим себе не можем их отсутствовать. А еще... А я еще застал их отсутствовать. Конечно. Конечно. Да, вата. Вата. Так. Шило во множественном числе. Знаете как? Нет. Много шил. Ну, и шилы. Ну, это лучше, чем шилья. Если было шилья, было бы совсем как-то уже. Как с доньями. Так. Брелки. Ну, правильно, брелоки. Так. Сейчас, секундочку. А как правильно? В Бутове или в Бутово? Во Внукове или во Внуково? Артем Сергеев, ответьте на вопрос. Во Внуково. Во Внуково правильно будет. Но и во Внуково, и во Внуково, и во Внуково, и так, и так будет. Правильно? Есть только некоторые ограничения. Я предпочитаю Шереметьеву. Ладно. Так. Комяков побрили. Средний игрок получил максимум 20 долларов. Возникает параллельно. 20 долларов. Не 50, как ты сказал. Так. Днище. Днище. Множественная форма от слова дно. Не до, не, а днище. Днище. Или днище. Если вы именителем. Ты днище. Лиз, прошу. Давайте. Зачитать. А нам нужно прерваться. Нам Рома машет. А что мы будем? Что будем слушать? Давайте еще пару коротеньких прямо бомба-трендов и музон на хвосте. Кого поставим сегодня? А вот это. Проверьте, главное, чтобы это было. Мы же умеем здесь. Все проверим. Окей. А, кстати, с квадроберами. Можно в основное время, потому что обсуждали в прошлый раз. Еще один тренд появился по квадроберам. Значит, как бы, такой тикток по сюжету. Кто-то приходит, говорит кому-то, что он квадробер. Ну, допустим, девушка приходит к парню, говорит, что она квадроберша. Парень реагирует на то, что фу, что это такое, зачем ты занимаешься? И, как бы, снова камера поращена на нее, и она убегает, как кошка от него. То есть там, как монтаж, убегает реальная кошка. Вот это просто еще одно такое, ну, высмеивание, в общем, реакция людей. Слушай, вот ты знаешь, как интересно, вот я просто много раз сталкивался уже в наших эфирах, как забавно, так как ваше поколение живет мемами, всякого разного вида картинками, да, с подписями, а наше поколение, как сложно мемы пересказывать в радиоэфире, чтобы было понятно. Вот анекдот рассказать можно, он понятен без вопросов. Это правда. Можно выкладывать в телеграм-канал заранее и просить перейти посмотреть. В погоне за феминитивом мы забываем об одном единственных верных изменениях. Не могу хранить феминитивы, например, Тесла и ресла, давайте скажем так, все остальное от безделья. Это хорошее. А почему, кстати, не гуглим, а ищем, а почему нельзя вместо слова ищем серчить? Была же такая тема, что серчили. Шилье, да, наверное, Шилье. Если на русский, то все равно ищем. серчим, да. 10, 50, ну да, сделать ресерч. Да, все-таки все время серчили, серчили, серчили. А тут ищем. Что ищем? Ищем себя. Хлуп выходите ищите. Кстати, как будто пора уже поговорить потом про миллениалов, потому что старшим-то миллениалам уже 40. Пора поговорить про миллениал, но я на границе очень путают просто черты зумеров и миллениалов. Слушай, деление это весьма условно. Миллениалы это последнее поколение, которое родилось в Советском Союзе, условно говоря, застал Советский Союз. Именно по рождению. Не все старшие миллениалы, младшие уже, вот мой брат как бы 90-го года, он средний миллениал. просто из того, что я находила, несмотря на то, что вроде зумеров ругают за какую-то там незрелость и так далее, миллениалы, во-первых, это начали, во-вторых, они гораздо более во многом инфантильны, чем зумеры. Ну, как показывает статистика, по крайней мере. Но я объясню, все-таки миллениалы, как бы, они еще донашивали... И у них свои тренды. У них безусловно свои тренды, это все корпоративные люди, как правило, они вливались молодыми в складывающуюся корпоративную систему жизни в нашей стране вот по западному образцу. Вы сейчас в 20 лет попадаете на новый излом, совершенно другой. Вы будете формировать собственный культурный слой. А миллениалы, они как бы еще продолжение иксов, условно говоря, значительной степени. И, кстати, про работу... Что более адаптивное к современной жизни. Мы не такие. Мы не такие. Мы не такие. Мы не такие. не такие. Мы не 2040. А какие вы? Так, но вы раздираете вот уже у нас было там 20 каких-то примеров трендов и вы вот кто про перемешку пошло, кто на чем фокусируется. Спасибо, что пишите активно. И про феминитивы, и про числительные, и про Кашпировского. Говорят, миллениалы, это те, кто помнит программу до 16 и старше. Кашпировский вернулся. Это признак бездны. Это признак бездны. В России в 914-15-16 года тоже все сходили. Вот было очень много мистики, мистицизма и наверху, и в широких массах. Отсюда распутины, он не один, спиритические сеансы и так далее. Это признак бездны. На фоне борьбы с дарвинизмом, мне кажется, что это одно к другому очень хорошо прилипает, если говорить серьезно. Извините, не будем портить нам сегодняшний день. Да, не нагнетайте. Ну вот еще остается один забавный тренд. Хотя как забавный, это в общем не про мем, тут уже опять про какие-то новые образ жизни, наверное. В общем, в ТикТоке новый тренд, люди едят землю, утверждают, что это полезно. Господи, а вы цезарь. Землееды? Началось с видео тренера по фертильности и гормонам, в котором Стефани Адлер, которая призывала есть грязь, чтобы улучшать здоровье кишечника и детям, и взрослым. В одной чайной ложке содержится больше микроорганизмов, чем у людей, чем у людей, написала она. И вот стал выкладывать эти ролики, ее поддержали, и теперь появилась еще одна, но это пока не субкультура, но мы подождем, это называется кранчеры, те, кто ест землю. Они подчеркивают, что не всякая грязь подходит, и лучше всего покупать съедобную почву в онлайн-магазинах вроде Амазон и Этси, я не знаю. Я согласен, да, вот смотрите, что мистика признак смутных теплых времен, это абсолютно точно, я об этом, собственно говоря, и сказал. Поешьте грязью, успокойтесь, ребята, все равно времена не выбирают, в них живут и умирают, в конце концов. Чего? То есть я одного не могу понять, многие вот сейчас раскритикуют, скажут, что с запада опять что-то нам там наваливают, какие-то кранчеры и так далее. То есть у нас грязью мазаться можно, а есть грязь нельзя. Ну вот, вы почитайте состав сосисок в магазине, пятерочка. И мажьтесь сосисками. Вот такие недорогие, особенно, за 120 рублей, за упаковку. Почитайте, что там написано, мясной продукт категории B. Я, честно говоря, не исключаю, что я бы предпочел бы качественную грязь. Знаете, на самом деле, что в этом тренде привлекло, что появились названия онлайн-магазинов, которые начнут на этом зарабатывать. И вот у вас вопрос, как управлять, зумерами? И как их подчинять? А вот, по-моему, у некоторых корпораций вполне неплохо получается. Нужно просто вовремя подхватить, дать какие-то ссылки на какой-то товар. Ваш ежедневный талончик на грязь. Пожалуйста. У вас есть какой-нибудь соцпакет, конечно, талончики на грязь в ближайшей газевой столовой? Ладно, как же говоря, молодежь сходит с ума, кто ваш, что мы слушаем? Трек Артем. Мы слушаем. У нас есть свой модерн токен. В 2018-м мы очень любили Гонфлады и все прям под него зависали на кухнях под колонки. Он выпустил новый альбом. Мы послушаем минутку где-то. Этого хватит, я думаю, всем нашим слушателям, просто чтобы знали и были вкусы. Еще раз, кто это? Гонфлад. Гонфлад.